Что такое самогипноз и для чего нужна медитация на чакрах? Что такое самогипноз и для чего нужна медитация на чакрах? Что это значит? Из школьного курса все мы знаем о том, что причина вызывает следствие. Например, если пошел сильный дождь, то земля после этого будет мокрой. В городе мокрым будет асфальт и появятся на асфальте лужи. А в селе на дорогах будет грязь и дороги станут труднопроходимыми. Лужи на дороге могут сильно намочить обувь и вызвать простуду. В этом маленьком примере отражена цепочка причин и следствий. Следствия при движении во времени становятся причинами следующих событий, а те опять становятся причиной дальнейших и так далее. Это иллюстрируется цепочкой дождь, лужи на дороге, мокрый обувь, простуда. Действия человека, направленные на достижение какой-либо цели, также выстраиваются в цепочку причинно-следственных событий. Например, женщина приобрела хороший набор мерной посуды, и выпечка, которую она пекла, стала пользоваться большой популярностью и в ее семье, и среди ее подруг. В результате она почувствовала искреннее уважение к себе своих близких за ее умение приготовить отменное блюдо. Причинно-следственная цепочка в этом примере – приобретение хорошего набора мерной посуды, повышение мастерства при выпечке, искренняя благодарность от близких. Для большинства женщин искренняя благодарность близких за ее труд является жизненно важной целью. Но нередко бывает так, что женщина старается за всех своих сил, а желанного результата нет. Даже более того, прилагая максимум усилий, человек сталкивается в своей жизни с ситуациями, которые как будто к кем-то назло привлекаются в его жизнь, и превращают все его благие намерения в дорогу к аду. Невольно такие люди обращают внимание на успешных знакомых, у которых все прекрасно склеивается в прекрасную картинку, и пытаются перенять тот или иной элемент поведения, но часто безрезультатно. Иногда у этих людей вдруг получается достичь той цели, к которой они стремятся, и достичь легко и просто. Но как это происходит? И почему после единичного успеха опять идет череда неудач? Понять не удается. Если вы окинете взором значимые события вашей жизни, то можете обнаружить это и в своих воспоминаниях. Это если вам повезло, и вы случайно натолкнулись на третий путь или третий способ достижения цели. Какие же это первые два пути или первые два способа? Чаще всего в своей жизни человек при попытке двигаться в своем направлении сталкивается с двумя путями. В первом случае происходит так, что, двигаясь к желаемой цели, человек иногда проходит через целый поток событий в своей жизни, которые не обязательно укладываются в гладкую и ровную дорогу до цели. Бывает так, что события вокруг человека, как сильный встречный ветер, оказывают серьезные препятствия для продвижения в желаемом направлении. Как будто все в окружающем мире договорились чинить человеку препятствия на его пути. Некоторые люди воспринимают это не как упругий встречный ветер, а как череду ударов или встрясок на ухабистой дороге. Некоторых людей это выбивает из колеи или сносит в сторону от желаемой дороги, и люди оказываются на обочине. Люди не выдерживают ухабов или напора встречного ветра событий и сворачивают в сторону. В результате у человека может остаться горький эмоциональный осадок, который в дальнейшем может стать барьером на пути к любым целенаправленным изменениям. Такие люди придумали пословицу о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Другие люди, это второй путь, с невероятным для среднего человека упорством в подобных ситуациях, продолжают двигаться к поставленной цели, кладя на алтарь все свои душевные ценности, и достигают цели. Но какой ценой? Это второй путь. И многие не догадываются о том, что человеческий мозг устроен таким чудесным образом, что способен к произвольному, логичному изменению причин и следствий окружающих событий при реализации жизненно значимых для сознания человека ценностей. Как это происходит? Как в сказке. Ухабистая дорога вдруг становится гладкой и шелковой лентой. Встречный ураганный ветер вдруг превращается в ласковый попутный ветерок. Человек начинает вдруг видеть все в другом свете. И вдруг человек начинает видеть те связи, которых раньше не замечал. Также вдруг человек начинает реагировать на происходящее не так, как раньше. И все становится простым и понятным. И все, что раньше казалось трудным, начинает исполняться легко и естественно. Происходит как бы скачок на иной уровень бития и отношения к окружающему миру. Как будто хрустальная тофелька, которую примеривает принц на вашу ногу, слилась с вашей ногой как одно целое. Это и есть третий путь целенаправленного движения. Продвинутый пользователь своего мозга может легко догадаться, что в основе третьего пути лежит механизм воздействия на подсознание. Механизм изменения подсознания человека. Механизм изменения своего подсознания. Механизм изменения реакции своего подсознания на окружающий мир. На первый взгляд это может показаться тайной за семью печатями, потому что сейчас еще бытует представление о том, что самогипноз – это что-то сверхъестественное и доступное лишь для избранных людей. Не спорю, что тот результат, который при этом получает практически любой человек, для постороннего и непосвященного человека, может показаться чудом. Действительно, изменения, которые в обычных жизненных условиях протекают за годы, человек, вооруженный отлаженными медитативными техниками, может провести в десятки раз быстрее. И это действительно чудо. Чудо осознанного изменения. И в этом кроется сила и эффективность этого инструмента. Почему именно подсознание? Просто потому, что подавляющая часть наших существующих сегодня способностей – умение ходить, читать, писать, говорить, оказывать влияние на окружающих, и список этот очень длинен, полностью контролируется подсознанием. Простая шутка о том, что если паучок, сороконожка, сознательно задумается о том, когда нужно передвигать сороковую или тридцать шестую ногу, то он бежать не сможет. Почему? Потому что сознание работает гораздо медленнее подсознание. Сознание работает гораздо медленнее подсознание. Весь секрет приобретения новых способностей, новых качеств состоит в том, что они появляются неожиданно для сознания. А удивительность как раз и состоит в том, что навыки в движениях или мыслительных комбинациях или в дисциплине эмоциональной энергетики эти новые качества нарабатываются со скоростью, неуловимые для сознания. Сознание не улавливает изменения. Сознание лишь может конструктировать факт «вчера не было, а сегодня вдруг есть». Приобретение новых навыков и способностей, находящихся под полным контролем подсознания, чем-то напоминает половодье. Там с пригорка течет тоненький ручеек, там во вражке еле слышно журчит вода, «там», «немного», «там», «там», и вдруг большая река ниже по течению выходит из берегов. Так часто люди оценивают результат занятий медитативными упражнениями, результат в своей жизни. Там небольшой успех, в другом месте небольшое хорошее изменение, там ручеек позитива, еще в одном месте, и вдруг... и вдруг события, как полноводная река, подхватывают и несут человека к его желанному успеху. Хороший пример инструмента, позволяющий эффективно воздействовать на свое подсознание, есть медитация на чакрах. Диапазон воздействия охватывает практически все значимые для человека стороны бытия, стороны жизни. Как изменяется мироощущение человека на примере балансирования энергетики только одной первой чакры? Ниже. Далее об этом. Дисбаланс в энергетике чакры на уровне чувств и эмоциональном состоянии проявляется так. Чувство одиночества и изолированности, чувство уныния, безнадежность, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие чувства безопасности, недоверие к людям и к жизни, ориентированность на прошлое, желание смерти, отсутствие желания идти вперед. Дисбаланс в энергетике первой чакры проявляет себя не только как те или иные симптомы в психологическом состоянии. Если чакра частично закрыта, заблокирована, то имеет место наличие больших материальных проблем в физической жизни, неумение их решать, бегство от действительности, плохая память, рассеянность, ленность, апатия, трусость, пассивность. Если ваша первая чакра неуравновешена, то в вашем восприятии доминирует страх нехватки необходимого. В результате вы попадаете в замкнутый круг, чувствуете себя незащищенным и ведете жизнь жертвы, а следовательно находите все новые и новые поводы для страха. До тех пор, пока стремление к выживанию не будет уравновешено, вы не будете свободным и не сможете заняться другими чакрами. Когда потребность первой чакры неуравновешена, вы смотрите на мир сквозь призму страха. С этим чувством знаком каждый. Разорвать этот замкнутый круг можно, лишь уравновесив и сбалансировав энергетику первой чакры. Неуравновешенность может перебраться как действительный недостаток чего-либо в материальном мире, являющийся отражением внутренней неуравновешенности. Повторю, являющийся отражением внутренней неуравновешенности. Не ждите, пока окружающий вас мир, материальный, придет к равновесию настолько, что и вы это почувствуете. Внешняя неуравновешенность отражение неуравновешенности внутренней. И это следует понимать буквально. Измените внутренние ощущения энергии и внешний мир последует за вами. Как изменить? Методика аудиорезонансного метода увеличения энергетики и балансирования энергии чакр позволяет добиться ощутимых и кардинальных изменений путем тренинга за вполне разумный интервал времени. На странице отзывов тех, кто начал заниматься по методике вы можете прочитать об этом. Сочетаю один из отзывов. Сергей, здравствуйте! Я только вчера приехала. Ездили на Гавайские острова. Я там никогда не была. Очень понравилось. Даже не думала, что появится такая возможность. очень рада и благодарна судьбе за чудесное и увлекательное путешествие. Перед поездкой прошла один 28-дневный курс. Снова начинать не стала, так как знала, что уедем на две недели, поэтому запланировала начать снова курс по возвращению. И сегодня начала. Буду продолжать каждый день без перерыва опять все 28 дней. Месяц назад случайно нашла в интернете грани агнии йоги Б. Абрамова. Мне никто никогда не говорил об этих записях, просто открыла сайт Острожженый и там была ссылка среди комментариев. На что-то не помню, что меня заинтересовало. Но в итоге я случайно нашла эти книги. Безусловно, это великое открытие для меня и абсолютно сочетается со всем тем, что я читала и изучала ранее. Я даже не знала о Рерихе как о философе и великом человеке. Думал, он просто художник. Теперь каждый день понемногу читаю, специально не тороплюсь, чтобы укладывалось. Мне кажется, есть какая-то связь между тем, что я начала заниматься собой, бросила все время на привычки, перешла на вегетарианство и прочее и тем, что мне вдруг стала открываться иная сторона жизни. Все складывается как пазлы, одно к одному. И мне заранее нравится картинка, которая получится. Сегодня, во время слушания диска Молоткара, в голове вдруг стали возникать ясные картинки людей, знакомых и незнакомых. Лица менялись быстро. Раньше вообще картинок почти не было. Если и были, то очень нечеткие. Контролирует процесс, пока даже не пытаюсь. Хорошо, что в принципе есть двиги с появлением изображения. Мне вообще нужно начинать серьезно работать над собой, особенно в плане сохранения баланса. Частенько раздражаюсь по мелочам, знаю, что это нужно исправить, а также нужно начать работать над мыслеобразами. И вообще из беспорядочной работы мысли настраиваться на упорядоченного. Если в процессе занятий будут появляться вопросы, обязательно будут писать. Спасибо огромное за Ваше внимание и заботу. Татьяна. Медитация на чакрах за время тренинга с помощью специальных DVD-дисков позволяет человеку научиться повышать энергетику чакр произвольным образом, научиться балансировать общую энергетику всех чакр. Что это дает? На примере только первой чакры жизнеустойчивость, чувство безопасности, материальный успех, ощущение почвы под ногами, желание жить и творить, чувство уверенности, радости, выносливость и надежность, способность выживать в самых трудных условиях. и это есть наглядный пример проявления третьего пути. Описание было дано выше. Вы просто можете выбрать один из путей, которым вы будете идти. Каждый человек, позволяющий себе сбалансировать энергетику своих чакр, приобретает качественно новый стиль жизни или наполняет свою жизнь новой палитрой красок. И двигаться при этом каждый человек может в любом направлении, которое контролируется той или иной чакрой, начиная от обретения здоровья и физического тела до развития в себе сверхспособностей, феноменальных на сегодняшнем уровне развития большей части людей. Подробнее о чакрах смотрите на нашем сайте, дана ссылка и QR-код. Обратите внимание, теперь вы можете заказать курс тренинга по чакрам не только на DVD. Вы можете заказать полный курс тренинга на флеш-носителе. Искренне желаю вам успехов в вашем стремлении изменить себя и ваш мир. С уважением, Сергей Корнилов. истинга. Субтитры истинга.